Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем выращивание рассады томатов и в этом видео я покажу, как и чем провести подкормку. Но прежде чем мы приступим непосредственно к проведению подкормки, предлагаю сначала осмотреть рассаду. Вот этой рассаде, которую вы сейчас видите полтора месяца, и на данный момент она выглядит вот таким вот образом. Достаточно развитый листовой аппарат, достаточно утолщенный стебель, то есть рассада приземистая, корневая система тоже нормальная, я проверял. Задержку вытягивания мы добились с помощью применения регулятора роста Атлет, который применили к своей рассаде полторы недели назад. Если кто-то не смотрел видео, советую посмотреть, перейдя по этой ссылке. Потому что, друзья, если кто-то применяет регуляторы роста, обязательно знакомьтесь и с инструкцией. Ну, в общем, применять регуляторы роста к растениям необходимо очень ответственно, не совершая ошибок. Так зачем же сейчас проводить все-таки подкормку? Ведь растение достаточно нормально развивается, не видно никаких признаков, что ему чего-то бы не хватало. А я отвечу, я всегда придерживаюсь такого мнения, что не нужно дождаться сигналов, которые нам начнет подавать растение. То есть не надо ждать пожелтения растений, не надо ждать истончения стебля, либо замедления в развитии. Когда такое с растением произойдет, будет уже поздно реагировать. Точнее, отреагировать будет, конечно, не поздно. Мы сможем исправить ситуацию, но, тем не менее, лучше не дожидаться, пока растение войдет в стресс. Наша рассада растет в ограниченном объеме почвы, поэтому некоторые огородники, особенно новички, совершают фатальные ошибки, применяя к таким растениям чрезмерно часто минеральные подкормки. Накапливаясь в почве, минеральное питание создает повышенную концентрацию солевого раствора. И, естественно, корневая система растений начинает хуже усваивать даже те элементы питания, которые уже находятся в почве. Вот много питания, но растение не развивается. Почему? Потому что растение не может взять это питание, оно стало труднодоступным. Корень либо получил химический ожог, либо просто уже не воспринимает эту подкормку. Чем же лучше всего проводить подкормки? Вот можно проводить органическим питанием, это, в принципе, неплохо. Можно минеральным питанием, это тоже, в принципе, неплохо, если все делать умеренно. Но лучше всего все-таки растения, которые выращиваются в ограниченном объеме почвы, проводить комплексными подкормками органа минерального питания. Я сегодня буду проводить подкормку рост концентратом. Когда-то я уже рассказывал об этом препарате. Мы с его помощью заряжали пустой кокосовый субстрат. Кто не видел видео, очень интересно, советую посмотреть, перейдя по этой ссылке. Итак, органоминеральный комплекс удобрений, в составе которого гуминовые, фульвовые кислоты, гуматкалия. И плюс макроэлементы, это азот фосфоркалий, плюс набор микроэлементов, которые необходимы для роста и развития растений. И плюс витамины. Вот из чего состоит рост концентрата. В чем преимущество применения именно органоминерального питания, в отличие от применения к таким растениям чисто минерального питания? Друзья, вот если мы применяем совместно с минеральным питанием еще гумат, то степень усвояемости минерального питания повышается. И мы можем внести меньше минерального питания, но по эффекту это будет так же, как будто бы мы внесли, допустим, не 5 грамм на 10 литров, а 15 грамм на 10 литров. То есть мы, проводя подкормки, не будем повышать концентрацию солей в почве, в которой растет наше растение. То есть, применяя меньше удобрений, получаем тот же эффект, если бы мы применяли больше удобрений. Вот в чем смысл объединения органики и минералочки. И органика, и минералка могут хорошо работать, еще раз повторюсь, но в комплексе, именно в комплексе, они дают впечатляющий результат при выращивании растений. Мы будем проводить подкормку под корень, однократный полив. Вот в этих стаканах мы однократно будем поливать рост концентратом, но не по норме, указанной производителем 20 мл на 10 литров воды. Я уменьшу норму примененного удобрения в два раза. То есть 10 мл на 10 литров. И мы с вами вернемся к этой рассаде через некоторое время и продолжим, конечно же, ее выращивать. Надеюсь, у вас рассада на данный момент, если кто-то выращивает вместе с нами, не хуже. Так что, друзья, продолжаем и вместе все у нас обязательно получится. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.